Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы с вами рассмотрим довольно интересную тему под названием красный чай особенности и вкусовые качества более подробно, если это другие материалы вы можете почитать на нашем сайте bazlai.ru ссылка на сайт будет под видео и под описанием итак, сегодня мы расскажем вам про один из видов чая исходя из его степени ферментации рассказ пойдет про красный чай, который по своим свойствам является полуферментированным такой вид обычно называют улунским и по китайской классификации он занимает промежуточное место между черным и зеленым чаями красный чай является магическим и уникальным по своим вкусовым качествам данный чай по своим свойствам относится к группе полуферментированных и при его обработке процесс ферментации специально не доводят до конца то есть чайный лист только частично подвергает обработке а именно его края и внешняя поверхность внутренние слои чайного листа остаются в первоначальной структуре и ферментации совсем не подвергают поэтому считается, что такой чай совмещает в себе свойства зеленого яркий аромат и насыщенный вкус красного такой вид чаев появился около 350 лет назад страной происходения красного чая является северная часть Фудзиани провинции Гуандунь, Китай чай этого вида применяется при церемонии под названием Гунфуча что в переводе с китайского означает чайное мастерство высшего уровня исконное название такого чая Улун или Улунский, что в переводе с китайского означает темный дракон оттенок чайного листа в сухом виде имеет коричнево-красный цвет иногда встречаются разновидности чайных листьев каштанового цвета готовый чайный напиток окрашивается в темный красноватый оттенок отметим, что понятие Улунских чаев прежде всего связано с его определенной характеристикой не с его определенной характеристикой, а со способом обработки именно самого чайного листа по научному говоря данный вид чая образуется под длительным брожением чтобы провести красный чай специально используются листья с крайне тонкой структурой и большим уровнем влаги на иные параметры чайного листа такие как размер внимания при обработке не обращают так как это не играет никакой роли Итак, красный или Улунский чай сортируется по двум критериям во-первых, по уровню качества от хорошего до отборного в зависимости от степени обработки и добавок по размеру чайного листа красный чай делится на мелко листовой, средний листовой и крупно листовой после отбора на чайных плантациях нужны чайные листья их подвергают прожарке и подвяливанию затем в течение 70 дней листья дают немного подсушиться во влажной среде после этого полусухие листья красного чая скручивают вручную в процессе скручивания листья выделяют специальную жидкость которая запускает процесс окисления или ферментацию процесс окисления придает чайным листьям определенный окрас коричнево-красного оттенка который впоследствии передается готовому настою в самом заключении на последнем этапе наступает дозревание о скрученных листьях в оптимальных для них условиях после дозревания листья окончательно высушивают и фасуют по упаковкам чаинки красного чая имеют упругую на ощупь поверхности и цвет яркого иногда глянцевого маслянистого оттенка на высокое качество чаинки проверяются следующим образом их берут в ладони и протирают друг от друга если они не крошатся, то признаются, что чай высокой сортности если при вышеописанном процессе появляются пыль или кусочки сухих фрагментов от чаинок то это свидетельствует о низком качестве сорта чая а также это может говорить о неправильном хранении продукта еще одним вариантом может служить банальная подделка чая следующим показателем высокого качества красного чая является внешняя поверхность листа она должна быть цельной с красноватой серединой и темной каймой чай высокого сорта должен обладать приятным ароматом пряного меда а также насыщенным вкусом ни в коем случае в готовом настое не должно чувствоваться горечи самым элитным чаем с высокой сортностью является известный китайский чай сихун по своему вкусу и аромату все виды чайных красных чаев очень сильны и добавлять в них разные добавки в виде лимона, сахара или молока нет необходимости после правильного заваривания красного или лунского чая цвет настоя должен быть ярко-оранжевого оттенка или красного в этом случае можно с уверенностью утверждать, что чай является неподдельным и высокого качества таким напитком не стыдно будет угощать гостей, друзей и близких родственников кроме того, окончательным индикатором поддельности чая точнее его неподдельности служит добавление в готовый настой пару ложек молока средней жирности если чай после добавления молока приобрел грязный цвет то это означает, что сырье поддельно и производитель является нечистым на руку надеемся, что наш материал помог вам узнать историю происхождения а также особенности критерии сортировки красного или как его называют в Китае улунского чая теперь мы знаем, как производится настоящий улунский чай и какими способами его можно проверить на качество, а также сортность в заключении отметим, что приобретая настоящий красный чай можно наслаждаться его вкусом длительный период времени самое главное достоинство любого улуна в том, что временные рамки никаким образом не влияют на его полезные качества, а также свойства и так мы с вами прослушали и просмотрели видеоматериал на тему красный чай особенности и вкусовые качества более подробные эти и другие материалы вы можете почитать на нашем сайте базлайт.ру ссылка на сайт будет под видео и под описанием если у вас есть вопросы, предложения или пожелания пожалуйста, присылайте их нам на наш ютуб канал или оставляйте на нашем сайте базлайт.ру мы обязательно их рассмотрим и ответим большое спасибо вам за внимание всего вам доброго и удачи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...